Большое спасибо. Так, ну лучше снять. Мне очень отрадно сказать, что следующий, кто у нас будет? Я надеюсь. София Гудкова. Он уверен, что она реально присутствует у нас в зале, да? София Гудкова. Да, отлично. Пожалуйста, подходите. Добро пожаловать. Нам немножко проще, когда реальный человек стоит здесь реально перед нами. Не знаю точно, о чем вы будете говорить, но думаю, что нам всем будет интересно узнать ваши мысли насчет вот этих всех новых мыслей, насчет дистрибуции, насчет проката российских документальных фильмов. И объективно новые пути не только связаны с какими-то проблемами, но, естественно, 24Doc – это коммерческий проект, и, естественно, нам нужно потерпеть на то, чтобы он оправдал себя финансово. Так, очень хочу, чтобы вы поделились своим опытом дистрибьюции российских фильмов. Большое спасибо. Я София Гудкова, я продюсер, я хочу представить вам московский проект, московский проект, московский центр документалистики. Если вы позволите, я буду говорить по-русски, тогда русская, и буду на этом языке более убедительна. У нас есть небольшая презентация нашего центра. Я сейчас попробую справиться. А может, у меня не получится. Да, можно запустить. Просто открыть. Пока мне помогают. Итак, я директор центра документального кино. Центр документального кино – это, с одной стороны, некоммерческая организация. Нам всего один год. Мы молодая команда. У нас много планов на будущее. Как площадка, как кинотеатр. Мы открылись три месяца назад, 6 июня 2013 года. Наша задача в нашей установной деятельности прописана, что мы кинотеатральная площадка. Мы занимаемся дистрибьюцией, кинопрокатом, организацией мероприятий, связанных с документальным кино. И созданы мы для популяризации документального кино в России. Вот такая миссия. Извините за слово «миссия». Первый проект центра документального кино, который мы запустили год назад, назывался «Открытый показ». Сейчас «Открытый показ» переживает второй сезон. Вера Оболонкина, главный генеральный директор канала «24Doc», кстати, является одним из партнеров этого проекта. Основная задача, это был флагманский проект центра документального кино. Основная задача проекта «Открытый показ» было устраивать скрининги, показы раз в неделю, бесплатно. Фильмы могли быть совершенно разные. Одно, ну, должно быть одно основное качество. Это должны быть такие фильмы, которые необходимо обсуждать. Ну, собственно, к любому документальному контенту, в принципе, такие требования предъявляют. Это были фильмы разные, социальные, на медицинские темы, и в зале у нас было 350 мест. Когда мы запускали этот проект, все мне говорили, что он сумасшедший, что к нам никто не придет. Но проект не просто удачен. Мы продолжили его в этом году. За это время у нас прошло 7 тысяч зрителей. Например, просто в качестве... Вот так это обычно выглядит. После просмотра фильма мы всегда устраиваем ток-шоу, которое мы транслируем в интернете, поскольку ключевой партнер проекта «Открытый показ» — это главное информационное агентство России РИА Новости. Поэтому у нас есть технические возможности. Мы приглашаем разных совершенно спикеров. Это всегда зависит от темы, заявленной в фильме. Вот для премьеры, например, когда мы устраивали показ фильма «Любаркус», в кинотеатре «Пионер» была премьера, у них пришло 80 человек. У нас через неделю было 750 человек. 750. Это, к слову, о том, насколько документальное кино вообще в тренде, популярно оно или нет. Мы показываем фильмы разные. Фильмы российские, фильмы зарубежные, новые, фестивальное кино — это неважно. Для чего мы это делаем? Я вам расскажу короткую историю. Вот, например, фильм «Моника и Дэвид». Это фильм американцев про молодую пару, о том, как они поженились, все из детства, кто их родители, как они жили, как они строят свои отношения, как они устраиваются на работу, как они делят, кто будет вносить мусор, как они ссорятся с соседями. Ну, такая обычная реальная история, за исключением одного, они оба синдромом Дауна. Для России это невозможно представить в принципе. Конечно, этот фильм вызвал огромный резонанс. После просмотра на следующий день у меня раздался телефонный звонок, мне позвонил один мужчина, который сказал, «Софья, вы знаете, я нашла ваш телефон, я вам позвонила для того, чтобы сказать большое вам спасибо за то, что вы делаете. Вы знаете, мне 38 лет, я успешный предприниматель, меня жена затащила вчера к вам на показ, я сидела в зале и думала, господи, ну зачем показывать это кино? Ну да, ну зачем, какое-то отношение имеет ко мне». И потом, когда мы ехали обратно в машине, я все время про это думала, на заднем сидении сидела моя дочка, которая была на показе, ей 8 лет. И она что-то там таратурила, и потом она мне сказала, «Папа, кстати, забыла тебе сказать, ты знаешь, я выходила из зала и столкнулась в коридоре с девушкой. И она мне сказала, что у меня такое красивое платье, и она вот тоже такая же, как вот та девушка на экране. Она такая клевая, она все время улыбалась, и он сказал, знаете, в эту минуту я понял, что вот я за свою жизнь всегда к таким особенным людям относился с неким, ну знаете так, лучше пусть не рядом, не знал, как к ним относиться. А вот теперь мой ребенок, которому сейчас 8 лет, будет дальше жить в другом ощущении, в ощущении того, что они абсолютно равные, и это на самом деле приятно. То есть задача открытого показа – выбирать сложные темы, выбирать хорошие фильмы на сложные темы, и про эти сложные темы несложно разговаривать. Вот так выглядит зал. Помимо проекта «Открытый показ» мы запустили проект «Неделя национального кино». Первый – это было прошлой осенью, это были дни британского кино, у нас были дни финского кино. В этом году мы продолжаем, например, уже на новой площадке в ноябре у нас будет «Неделя израильского кино», в январе будет «Неделя скандинавского кино», если вы будете в Москве – welcome. Вот такая у нас история. Еще у нас есть такой проект эхо-фестивалей, поскольку фестивалей в принципе в России тоже достаточно, а у московского зрителя вообще нет возможности посмотреть фестивальное кино. И мы в прошлом году стали показывать в Москве фильмы победителей, ну, например, «Филаертианы». В этом году, вот в рамках, собственно, наша конференция проходит в рамках фестиваля «Послание к человеку» за 23 года впервые у московского зрителя есть возможность посмотреть фильмы фестиваля «Послание к человеку», поскольку мы дублируем программу, и в течение этой недели зрители могут прийти и посмотреть кино. Скажу честно, я очень разочарована тем, что, скорее всего, так как я продюсер, это мои риски, к сожалению, зрители не активно покупают билеты, например, на фестиваль «Послание к человеку», допустим, фестиваль ММКФ, вот Григорий Эльбергал здесь, прошел очень успешно. И мы, честно говоря, рассчитывали, что у зрителя будет, ну, наши ожидания, они, к сожалению, не соответствуют действительности. Возможно, это связано с тем, что бренд «Послание к человеку» в Москве не так раскручен, и, может быть, в следующем году ситуация изменится. Мы, в принципе, оптимисты. Мы показывали «Филаертиану». Помимо того, что мы просто устраиваем скринги, мы стараемся помогать документалистам. Как правило, документалисты всегда приходят с одной просьбой, где взять денег. Вот. Я очень люблю этот вопрос, потому что мне кажется, что, ну, во-первых, за искусство нужно платить, это раз. Б. Задача документалиста не просто придумать, про что он хочет снять, а в первую очередь подумать, а, кому он потом кино это будет показывать, то есть кому он будет его потом продавать. Это очень важно. Потому что очень часто люди приходят, рассказывают идеи, все круто, но, в принципе, возможно, это будет интересно ему, его маме, но, может быть, еще и его жене. А так зритель не пойдет. Зритель, как известно, голосует ногами, поэтому, запуская проект, нужно всегда понимать, для кого вы его делаете. С этим есть проблема. Вот. Мы участвовали в проекте «Кинопоезд». В январе прошлого года 25 молодых кинематографистов, не имея большого опыта работы в документальном кино, отправились в путешествие по России. Такое кино по России с любовью. И они снимали короткометражки. Когда они ехали обратно, это примерно заняло неделю, они свои короткометражки монтировали, и мы устраивали показ. Тоже проект очень удачный. Сейчас ребята сделали фестивальную версию, она, в общем, неплохо собирает. Молодцы. Мы такие проекты поддерживаем в том числе. Мы за их судьбой следим. Ну и вот теперь, собственно, наш кинотеатр. Мы открылись, как я сказала, 6 июня 2013 года. Мы открыты в центре Москвы. Надо сказать, что нам, в общем, везет с покровителями, если так можно говорить. Когда мы запускались год назад, поскольку я была в статусе директора дирекции документальных проектов «Холдинга Рея Новости», я умею быть убедительной. Я убедила наше руководство «Холдинга Рея Новости» наш проект поддержать. Поэтому, когда мы запускались, мы запускались на бюджетные деньги. Бюджетное финансирование закончилось в январе прошлого года, поэтому сейчас мы существуем исключительно на частные деньги. И та площадка, которую мы располагаем, мы существуем на ней. Это не наша площадка. Это историческое место про Вианские склады. Вот так это выглядело в начале века. Это здание 1829 года. Это памятник архитектуры, на территории которого находится музей Москвы. В прошлом году мы к ним пришли и сказали, что мы хотим запустить такой проект, отреставрировать склад, который у вас не используется ровно с 1829 года. Мы нашли деньги на строительство, и сейчас на правах арендатора мы ведем там свою деятельность. Мы работаем ежедневно с 12 и 24 часов. У нас в день 5 показов. Мы показываем только документальное кино. Зубовский бульвар, дом 2, метро, парк культуры. Когда мы начинали вот эту стройку, мы понимали, что наша задача... Мы не можем конкурировать с коммерческими мультиплексами. Мы маленький кинотеатр, однозальный, на 92 места. Поэтому мы создавали место силы, место притяжения, куда будут приходить зрители, документалисты. Такой, строили дом. Поэтому он состоит из трех зон. Это непосредственно зал. Это зона медиа-кафе, где у нас проходят иногда мастер-классы, где просто люди ждут показа. Вот так это выглядит. Вот эти кресла до конца еще не оборудованы. Несколько лет назад я увидела в Скандинавии работу одного прекрасного дизайнера, который делает вот такие чудные кресла. Они стоят примерно как самолет. Мы нашли русских кулибинов, которые за три копейки сделали нам такие кресла. Вот сейчас мы уговариваем спонсоров вмонтировать нам туда планшетники. И у зрителей, которые будут приходить, будет возможность не просто сидеть работать, но еще работать на оборудование, которое поставил спонсор. Очень удобно. Это зона медиа-кафе. Это наш... Ой, медиатеки. Это наш следующий проект. Мы хотим, чтобы у жителей Москвы была возможность... Я так скажу. Знаете, говорят, что документальное кино сегодня в тренде. Это правда. Про это любят говорить. Люди любят говорить, как они любят документальное кино. Но если ты начинаешь задавать людям конкретные вопросы, выясняется, что, ну, допустим, они видели кино Пина, ну, в лучшем случае еще что-нибудь в советское время, но вообще они его не знают. Вот. Ну, но любят. Но любят. Мы хотим, чтобы люди не только любили, но и знали, поэтому мы нашим следующим проектом пытаемся привлечь зрителей и в кинотеатр в том числе. Для этого им нужно немножко рассказать про то, что такое документальное кино. Вот в этой зоне, если ее, наверное, плохо видно, это компьютеры, за которыми каждый просто так, без платы, ты можешь прийти, сесть, посмотреть некую коллекцию, подборку, которую собираем мы. Она недоступна для скачивания, ее невозможно украсть. Это зона нашей ответственности. Мы создаем коллекцию 100 лучших российских документальных фильмов. Создаем коллекции, например, 10 фильмов про арт, 10 фильмов про науку. Если у вас, как у документалистов, есть желание, чтобы это кино могли видеть зрители, тоже обращайтесь, мы это поддерживаем. Это, собственно, наша главная такая гордость. Это наш кинозал. Мы строили его по принципу амфитеатра, потому что, мне кажется, документальное кино нужно смотреть именно, располагаясь друг к другу немножко лицом, для того, чтобы разговаривать и видеть реакцию соседа. Это важно очень. Вот так это выглядит. Ну и, собственно, фестивали, о которых я говорила, с 6 июня мы запустились, самый первый день. У нас не было никакой рекламы. Первые показы это был фестиваль Beat Film Festival. Это фестиваль молодого документального кино о музыке. Он очень хорошо прошел. Второй фестиваль был Московский международный кинофестиваль. Мы, конечно, на него делали ставку, и под него мы, конечно же, открывались, потому что это тот бренд, рассказывать про это не нужно. Зрители приходили, и мы, вот я говорю, очень довольны. И в этом году, вот буквально на следующей неделе, через неделю у нас начнется фестиваль 360 градусов, фестиваль научного кино. В этом году мы участвуем как площадка Ardokfest. У нас будут две специальные спецпрограммы, которые будут проходить только в Центре документального кино, а не в художественном, в рамках которого мы привозим победителей Лейпцигского фестиваля. То есть это целая программа Лейпциг-Док. И будет еще одна параллельная программа с таким очень простым названием «Манский». Ретроспектива Виталия Манского. Скромно. Теперь, что касается коммерческого показа и коммерческого проката. Мы не занимаемся дистрибьюцией по России, мы показываем только фильмы на нашей площадке. В отличие от кинотеатров, которые показывают игровое кино, они работают по какой схеме? Они сидят себе и ждут, когда к ним придут дистрибьюторы, прокатчики, и скажут, что у нас есть такое кино, а они распишут его по своей сетке. У нас так не получается. Нам приходится много двигаться и много бегать. За прошлый год, в принципе, мы объездили практически всех видных игроков в Штатах, в Европе. И мы приходили и говорили, вы знаете, мы вот такой кинотеатр, мы хотим взять ваше кино и показать его в России. Но они на нас так немножко смотрели с удивлением. Ну, всякие сумасшедшие к ним приходят. Но, тем не менее, нам удалось заключить договора. Мы работаем по очень простой схеме. Мы берем кино на определенное количество показов. У нас неэксклюзивные права. Мы платим 1% в российское авторское общество. 49% мы возвращаем правообладателю. Цена на билеты у нас вполне себе по московским меркам спокойная, я бы так сказала. 200 или 300 рублей, в зависимости от того, будни это или выходные. У нас есть социальные льготы. И у нас есть прекрасные лестницы и подушки, которые купил за свои деньги. Студентов мы пускаем бесплатно в рамках образовательного проекта. Я хочу только сказать, что помимо коммерческого проката мы устраиваем ежедневно бесплатные показы. Например, с каналом Discovery мы показываем 5 раз в неделю документальные фильмы, научно-популярные для подростков про динозавров, про разные страны. Дети приходят вместе с родителями. И, в принципе, это круто. Вот у меня у самой дети 7 и 14 лет. Что 7-летнему, что 14-летнему ребенку. Да и мне 35-летней барышне. Интересно, все ужасно. Вот. Ну и, собственно, главный проект, на котором мы сейчас работаем, это медиатека. Это будет первая публичная медиатека документального кино в центре Москвы для того, чтобы у людей была возможность ознакомиться с тем документальным контентом, который есть на рынке. Спасибо. Пожалуйста, не уходите. Я так понимаю, что в центре ваших заданий вы славитесь в Москве, базируетесь на базе вашего кинотеатра, но вы также занимаетесь транслейцем в интернете. Кто из вас знал об этой инициативе раньше? Да, большое спасибо. Некоторое количество все, они русские, на самом деле, могу сказать. И датчанин один. Мне просто было интересно, каковы ваши планы на будущее? Как вы планируете выйти на регионы за пределами Москвы? Планируете ли вы начать подобные инициативы где-то за пределами столицы? Но в то же время реалист. Моя задача на ближайшие три года сделать вот это место, которое мы открыли, место силы. Наша задача раскрутить площадку. Поэтому у нас есть амбиции идти дальше на рынок, но без первого шага мы не можем приступить ко второму. Если этот проект, так же, как предыдущий проект «Открытый показ» будет успешным, то мы будем говорить о том, что мы пойдем в регион и будем захватывать этот мир. Время, наверное, осталось буквально на один или на два вопроса максимум. Там кто-то хочет задать вопрос. Пожалуйста, передайте микрофон. Я продюсер из Петербурга. Софья, огромная вам благодарность. Вы только что вынесли мне мозг совершенно, потому что только что мы слышали рассказ о росте в 10%, правда, на очень большой аудитории, в 9 миллионов. Вы рассказали о росте в 1000%, правда, на небольшой аудитории и сразу. В связи с этим у меня к вам телевизионный вопрос. Можете ли вы сказать, сколько людей смотрело ваши прямые трансляции с обсуждений на открытых показах? И если это не только заслуга РИА Новости, то что вы еще такого сделали хитрого и замечательного, что предъявили такой успех публике? Спасибо большое. Спасибо за вопрос. Смотрите, ситуация с открытым показом и с трансляциями в интернете. Значит, это вечернее время, это среда, будний день, соответственно, трансляция. Мы не показываем кино, мы показываем только дискуссию после. Поэтому дискуссия начинается, как правило, в районе 11 часов вечера, ну просто чтобы понимать. Это прямая трансляция, то есть она идет на все регионы России. Вот людей, которые смотрят в момент трансляции, бывает там до 3000 человек. Это зависит от темы и от фильма. Но здесь, безусловно, играет большую роль ресурс РИА Новостей, который на своем сайте поддерживает это, плюс РИА Новости, это активный игрок в регионах. Поэтому это, в общем, такая не очень честная игра. То есть, да, если мы просто устроили бы трансляцию, я не уверена, что мы бы собрали такое большое количество людей. Это раз. Второй момент. Я лично считаю, то, что очень сложно смотреть трансляцию дискуссий, не видя фильма. Поэтому это вообще отдельная история. И вот те люди, которые сидят дома, я бы тоже лично хотела с ними познакомиться. Честно говоря, я вот таких не знаю. Вот. А теперь, что касается показателей, о которых говорила Вера. Вы знаете, вообще любой бизнес в России, это всегда такой экспромт, эксперимент с большой долей риска. Все, что делаем мы, мы ничем от другого российского бизнеса не отличаемся. У нас нет строго бизнес-схемы. Я думаю, что немцы, вы в ужасе, увидев наш бизнес-план, разбежались. Мы существуем, как я вам сказала, на частные деньги. Нас поддерживают российские компании. Вы знаете, что некоммерческие организации, западные компании поддерживать не могут. Поэтому мы ходим с протянутой рукой по России. В принципе, я это делать умею и привыкла. В свое время моя последняя документальная работа на российском телевидении, мы снимали с Катей Гордеевой фильм «Победить рак». Фильм нам обошелся в 14 миллионов. Из них 4 миллиона дал канал. 10 мы собрали сами. Мне кажется, важно верить в то, что ты хочешь. Важно, чтобы у тебя горели глаза и важно верить в победу. Вот это главный залог. А если сидеть на попе ровно, ничего не получится. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.